Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Оценка победы. А подлиннее? Подлиннее. Что еще длиннее? Длиннее. Раньше мы говорили, длиннее не было побед, поэтому сегодня покороче, но победа. А так, если охарактеризовать ход игры и вообще игру, то есть, во-первых, команда не опустилась с теми результатами, которые были, а наоборот, собралась. И я имею в виду не только футболистов, мы все вместе факел. И сегодня мы соответствовали уровню болельщиков. уровню болельщиков факела. Сегодня вот команда соответствовала. Поэтому мы добились хорошего результата, добились победы, добились заслуженной победы и игрой, и отношением футболистов к делу. В каких компонентах вы превзошли соперника? Или во всех, которые вообще возможны? Ну, во-первых, очень организованная команда. Мы просмотрели много игр, и на сегодняшний день Урал лидирует, да. Игра Нижний Новгород играл в Екатеринбурге, и он должен был выигрывать эту игру. Мы сделали акцент на эту игру и, в принципе, нивелировали те сильные стороны соперника, те взаимодействия, которые соперник мог делать в атакующей фазе. Поэтому мы с этим справились, и из этого вытек результат, потому что терпели, нагнетали, давление оказывали. Да, в первом тайме не удалось нам завить, но в втором тайме нам помогло его удаление, и опять же замены сработали. Я никого не будил, потому что у нас ушли игроки. Кто у нас, да, заканчивал чемпионат, благодаря им, кто играл, кто был в команде, да, у нас были игроки в аренде, они ушли в свои команды. Мы видим, вот сейчас, там, Свинов играет с Зенитом за Спартак. Там Морозов играл вчера против Краснодара, помимо еще игроки были, еще игроки были, да, поэтому других игроков нету. И так сложилось то, что Мастернова не было, ну, не то что шансов, он был готов играть весной, но нам нужен был результат. Поэтому сегодня он и другие игроки, они готовы играть. Просто кто-то больше, кто-то меньше. И игры с Кубком нам тоже помогают раскрывать и давать время игрокам, кто мало их получает. Поэтому все спереди. Если можно, еще один вопрос по новичкам. Сегодня один из них дебютировал на поле. Когда ждать второго? И это игроки под основу или сложившийся костяк не будете пока менять? Еще раз повторить вопрос. Новички, игроки под основу или пока будете играть сложившийся костяк? У нас нету сказать, что костяк какой-то, потому что мы и не обладаем двумя составами. Вы же видели то, что у нас было ноль очков, сейчас три. Поэтому игроки, которые приходят, все зависит от них. Естественно, если мы берем иностранцев, то они должны были априори сильнее наших игроков. Ну, постепенно, постепенно. Вот сегодня вышел, мы предполагали, что он чуть-чуть получит игрового времени. Потому что еще не в тонусе Антонио. Вот другой Тобо игрок еще не заявлен. С этим связано тоже. Если мы игрока взяли давно, то визу пока получал долго. Поэтому сейчас с тобой он с нами, просто надо, опять же, все эти процедурные вопросы. А так, хорошее подспорье для нас, для всех. Василий Захаршинский, Матч ТВ. У меня больше вопрос по тактике. В первом тайме я заметил то, что Сергей Божин особенно часто подключался к атаке. Причем не просто подключался, а был даже в центре штрафной. Скажите, это часть вашей тактики, часть вашего плана на игру? И почему во втором тайме Сергей Божин уже реже подключался туда, в штрафную площадку? Ну, потому что разный футбол смотрели. Это раз. Второе. Божин, наверное, оказывался в центре штрафной площадки, потому что стандартные положения, наверное, были. Это два. Третье. Совершенно другой был замысел. Но, в принципе, он в первом тайме работал. Это работа Чарова. Чарова, в принципе, мы все, все опасно. Опасность в первом тайме за счет взаимодействия мастерного Чарова как раз в этом был акцент сделал больше. А то, что так получалось бы, боже мой, это мы подали в первом тайме восемь угловых. Восемь угловых. Да, сложно там в какой-то степени добираться, наверное, потому что там, ну, один из лучших игроков Гацук играет в одной зоне, где он там все мячи снимает. Ну, будем работать над этим, будем работать над этим. Спасибо. Спасибо.